Привет, меня зовут Константин, я обычный российский киборг. Последние пять лет руки мне заменяют бионические протезы. И эта технология, как и многие другие технологии в протезировании и медицине, стали возможны благодаря титану. Химическому элементу, о котором мы сегодня расскажем вместе с научным сотрудником МИСИЦ и главой компании Biomimetics Фёдором Сенатовым в рамках проекта Google отвечает Менделеев. Титан — это лёгкий и прочный металл бело-серебристого цвета. Титановые сплавы стали активно использовать в медицине с середины 20 века. Почему именно сплавы, а не чистый титан? Дело в том, что в титан для придания дополнительных характеристик добавляют различные компоненты, например, для эффекта памяти формы или регулирования прочностных характеристик. Сейчас самый популярный сплав в медицине — это титан-алюминий-ванадий. При протезировании титан выполняет роль каркаса, который несёт на себе нагрузку. Протез состоит из полимерной части и титановой армирующей части. Сравним с костью. Кость состоит из внешнего картикального слоя и губчатой внутренней ткани. В случае с протезом роль картикального слоя выполняет сплав титана, а внутренний — пористый полимер. Одна из основных задач, над которыми сегодня работают химики, медики и инженеры — это сделать титановые сплавы менее жёсткими. Сейчас их модуль упругости выше, чем модуль упругости костей. В организме действует закон Вольфа, согласно которому, если кость находится без нагрузки, она может стать хрупкой. Когда человеку устанавливают титановый имплант, он перенимает на себя нагрузку, и граница между натуральной костью и имплантом может стать хрупкой и может произойти вторичный перелом. Сейчас усилия направлены на то, чтобы снизить модуль упругости титановых сплавов. Либо путём введения в него дополнительных элементов, например, необия и циркония, либо путём имитации реальной кости. Кость пористая. И если титан делать пористым, то можно инженерно добиться похожих механических характеристик. Какие есть ещё тренды в современной медицине? Во-первых, методами 3D-печати можно изготавливать индивидуализированные протезы под конкретного пациента. Например, методами компьютерной томографии можно снять конкретный дефект, например, костный дефект, полученные данные перевести в 3D-модель, оцифровать, переработать и под конкретный костный дефект создать заплатку, например, из титанового сплава. Берётся титановый порошок и слой за слоем спекается лазером. Таким образом выращивается уже индивидуализированный протез под конкретного пациента. Из титановых сплавов также ещё изготавливают умные материалы. Первым таким исторически важным материалом являлся нитинол. Нитинол — это сплав на основе никеля титана, поэтому по первым буквам нитинол, никель титан, который обладает эффектом памяти формы. Что это значит? Ну, например, если вы возьмёте обычную проволоку и её согнёте, то в ней произойдёт пластическая деформация. А вот если согнуть проволочку из нитинола, из никелида титана, вот тогда этот сплав может вспомнить свою изначальную форму. Например, если его подогреть. Сейчас эффект памяти формы в титановых сплавах используется, например, для создания клипс для пережатия кровеносных сосудов в ходе хирургической операции. Клипса в раскрытом виде устанавливается на кровеносный сосуд, подогревается от температуры человеческого тела 37 градусов. В сплаве активируется эффект памяти формы, и клипса принимает свою исходную форму, закрытую. Также возможно обратным путём, например, расширять кровеносные сосуды путём введения в кровеносный сосуд тоненькой ниточки, которая сворачивается, например, в спиральку и развегает стенки кровеносных сосудов, предотвращая их закупоривание. Таким же образом ещё можно доставать камни из мочеточника. Ещё одна очень важная хайповая тема – это самоустанавливающиеся имплантаты. Например, можно проводить малоинвазивные операции с помощью титана, титанового сплава с эффектом памяти формы. Вначале изготавливается с точно заданной геометрией будущий имплантат, деформируется во временную форму в более сжатом виде и через небольшой разрез помещается в нужное место организма, например, в кость. Далее под нагревом от тепла человеческого организма титановый сплав активирует эффект памяти формы, и имплантат начинает разворачиваться, плотно вставляясь в костный дефект. Ещё один пример использования эффекта памяти формы в титановых сплавах – это изготовление ортодонтических скоб, брекетов, которые устанавливаются на зубы. В одном состоянии имеется одна форма у ортодонтических скоб, а после разогрела вспоминается изначальная форма и осуществляется поджатие, причём контролируемое поджатие, потому что форму мы задаём очень-очень точно. Таким же образом можно вводить штифты при стоматологических операциях. Штифт в холодном виде имеет закрытую форму, а отогреваясь, он раскрывается как якорь, прочно вставая в десну. Такие вот уже есть применения титановых сплавов с эффектом памяти формы. Имплантаты на основе титановых сплавов могут быть установлены на всю жизнь. Правда, есть, конечно, различные случаи аллергии на отдельные компоненты титановых сплавов – никель, ванадий, но сейчас как раз материологическая наука, биоматериаловедение направлено на то, чтобы подобрать оптимальные биосовместимые составы титановых сплавов и вывести медицину на новый уровень. Субтитры создавал DimaTorzok